Доброе утро, уважаемые дамы и господа! С воскресеньем вас! Радио ОСА и Позитив ОСА одновременно начинают свою работу в воскресенье 12 апреля. Сегодня заметки называются «Хорошо сидим». И эпиграфом я выбрал фразу Артура Гора, которая звучит так «Меня тревожат не те люди, которые сидят в тюрьме, меня тревожат люди, которые не сидят в тюрьме». Главное событие сегодня, конечно, католическая Пасха и верное воскресенье у православных, ну и продолжающаяся Пасха у евреев. Мы о них, о первых двух событиях поговорим чуть позже и подробно. Также сегодня, конечно, отмечается Международный день полета человека в космос, а в двух странах, в России и в Беларуси, он называется, как и раньше, просто Днем космонавтики. В последней, я имею в виду Беларусь, вчера появились просьбы надписи на стенах домов. «Вводи карантин, мудак!» Это произошло после того, как в Минск срочно прилетел руководитель экспертной комиссии Всемирной организации здравоохранения Патрику Кодор и предупредил, что если в стране не будут введены защитные меры, то властям следует готовиться к наихудшему сценарию. Надписи свидетельствуют о том, что в Беларуси назревает, как мы и планировали, Революционная ситуация. Верхи не могут ввести карантин, они за них хотят из-за этого умирать. Смотри работу Владимира Ильича Ленина «Детская болезнь ливизны в коммунизме», написанную ровно 100 лет назад, между прочим. Новость. Продажи... Несколько парадоксальная новость. Продажи алкоголя в Соединенных Штатах Америки выросли на рекордные две страны 55% за последние 30 дней и с большим отрывом лидирует тут водка в Америке. В России на 40% выросли продажи алкоголя, причем в лидерах продаж там уверенно вышла виски. Все смешалось в долгах. Это сообщение сопровождается предупреждением о том, что люди ошибочно считают коронавирус или COVID-19, как написано в сообщении, уязвимым по отношению к крепкому алкоголю, который хорош как средство дезинфекции, но вредит при приеме внутрь. Я думаю, что люди как раз все понимают, просто чтобы расслабиться. Тут главное чувство меры и соблюдение обязательных безалкогольных дней. Это трудно, скажу по себе, но выполнимо. Тоже скажу по себе. Потому что глупо, понимаете, пережить коронавирус, а потом умереть от цирроза печени. Вернемся к католической Пасхе. Позавчера Папа Римский, Франциск, совершил крестный ход по почти пустой площади Святого Петра в Ватикане. Его сопровождали лишь пятеро заключенных из тюрьмы Падуи, которые написали медитативные размышления на тему страданий Христа, а также пять врачей и медсестер Ватикана. После шествия Франциск не произнес речь или молитву, как обычно, а всего несколько минут молча молился. Так он почтил память жертв пандемии коронавируса, а заодно дал понять десяткам миллионов и сотням, наверное, миллионов, что отмечать праздник нужно дома. Сегодня ночью Франциск возглавил всеночное пасхальное бдение в практически пустом соборе Святого Павла. Присутствовали лишь телохранители и некоторые кардиналы. В своей проповеди Папа призвал не поддаваться страху во время пандемии. «Как прекрасно быть христианами», — сказал он, — «которые утешают, несут бремена других, ободряют быть вестниками жизни во времена смерти», — сказал он. Мы тут живем, судя по всему, по христианскому завету. Несмотря на то, что патриарх Кирилл призвал верующих воздержаться от посещения храмов во время пандемии и тот факт, что за последние 24 часа в России, по официальным данным, заболели более 2000 человек, в храмах на вербное воскресенье было достаточно многолюдно. Правда, кладбище, по крайней мере, в Москве и Питере закрыли, как мне сообщили друзья. Походы в церкви сильно расстроили владыку. Разумеется, несмотря на упомянутые надписи воззвания на заборах и стенах Минска и других городов Беларуси, а также пламенную речь представителей Всемирной Организации Здравоохранения О'Коннора, среднее и старшее поколение белорусов также пошли сегодня в церкви, а потом на матч чемпионата страны по футболу между Минском и Батэ. Батэ, кто хочет знать, выиграл с учетом 3-0. Квящему произошло это все ужасу упомянутого О'Коннора, который в день космонавтики взмахнул рукой, сказал «поехали» и, матерясь, улетел назад в Брюссель, где дела, впрочем, тоже очень плохи. И тоже потому, что спохватились там с опозданием. В большинстве католических стран службы транслировались и продолжают транслироваться по интернету и телевидению. Каждый праздник имеет свою историю. И когда я рассказывал вам о Баудейской Пасхе совсем недавно, 8 апреля, обещал мне обойти вниманием и этот. Ну, первыми христианами, разумеется, были евреи, что, собственно, не должно для вас быть шоком. И поэтому Песах стал Пасхой почти на всех языках. По-испански, по-итальянски, по-португальски, французски, голландски, норвежски, датски это звучит приблизительно одинаково. Англосаксы назвали ее в честь богини Истера, поэтому Истер. А мои любимые латыши, кто не знает, я из Риги, почему-то не стали вникать в суть и назвали ее Лилбиена, то есть Большим Днем. Хотя я не откажешь в логике, Большое они называют Большим. Например, Большую реку, впадающую в Рижский залив и образующую в низовьях полуостров Рижский из моря, Лилупе называется, то есть Большой рекой назвали. Во Франции такие называют каким-нибудь красивым женским именем, например, Луара. Ну а тут Большая река, Большая, так и назовем, с Большим Днем тебя, Родина. Поскольку все первые христиане, повторю, были обрезанными евреями, поначалу и довольно долго Пасха отмечалась ими по инерции 14-го числа весеннего месяца Ниссана. В этот день, согласно легенде, в Красном море случилось чудо чудное, мы описывали его на еврейскую Пасху, и новоиспеченным христианам казалось логичным, что оно произойдет снова, только теперь будет связано не с морскими прогулками, а с Мессией, который совершит пришествие. К нему готовились заранее, в пятницу, предшествующую воскресенье. Они вспоминали страдания Иисуса, а в воскресенье радовались, и это продолжается по сей день. Учение распространялось, и со временем одни евреи окончательно перестали ими быть, другие запутались и с тех пор, как мы, блуждают по миру, ассимилируясь и выпивая, а третья, самая малочисленная часть, так и остались правоверными, ну, со своей точки зрения. Оставшись без оппонентов, христиане сначала обрадовались, а потом стали вздорить, скажем так, по пустякам, когда рядом нет евреев, и христиане, и мусульмане начинают ссориться между собой. Особенно ссорились епископы Александр Александрийский и Арий. Их сторонники бивали друг друга и камнями, и кинжалами. Арий утверждал, что Христос – отдельная сущность от Бога Отца, и сотворен им, и, следовательно, во-первых, имеет начало своего бытия, и, во-вторых, не равен Богу Отцу по рангу. Свои взгляды Арий обосновывал различными письменными доказательствами, одно из них лично мне кажется логичным. Например, он указывал, что сам Иисус называл Бога Отцом. Александр игнорировал этот факт и заявлял, что Христос и есть Бог. Наконец, в 325 году римский император Флавий Валерий Аврелий Константин, или просто Константин I, который сначала высочайшим указом уравнял христианство с другими религиями, а потом принял решение сделать его государственной религией, решил всех помирить и созвал Первый собор. Но помириться не получилось. Константин ждал всех в Никее. Сейчас этот турецкий город изник на берегу очень живописного, красивого и теплого озера, которое называется Аскания. Ждал он их к 20 мая 325 года. Но в те времена сообщением было, естественно, туго, и собор открылся лишь 14 июня, когда собрались все. Ну, все, конечно, собирались по очереди. А приехавший раньше всех Александр обрабатывал каждого участника собора, и в результате ария, который опоздал, его поддержали лишь трое, и заклевали, как потом Зощенко и Ахматову, на оргбюро ЦК ВКПБ, причем с теми же абсолютно формулировками за внесение элемента идейного разброда и дезорганизации. Учение его было сожжено, а сам Арий сослан. Потом делегаты стали решать вопрос с Пасхой, и постановили, что все церкви должны праздновать Пасху в один и тот же день. Правила были таковы. Пасху следовало праздновать в первый воскресный день с наступлением полнолуния в день, или сразу после весеннего равнодействия, то есть 21 марта, и только после еврейской Пасхи. Если дата христианской Пасхи совпадала с еврейской Пасхой, постановили делегаты, нужно было перейти к полнолунию следующего месяца. Приблизительно тысячу лет все было хорошо. Но потом католическая и православная церкви перестали рассчитывать время Пасхи по одинаковым правилам. Это было связано с тем, что дни календарных полнолуний и равнодействий перестали совпадать с астрономическими наблюдениями. И теперь у неортодоксальных евреев сразу три повода выпить. Своя Пасха, католическая и православная. А христиан-католиков мы сердечно поздравляем с праздником. Безо всякой уже, конечно, иронии, потому как рассказ рассказом, а иронизировать над верой нельзя и глупо. Мы категорически не разделяем мнение Лео Таксиля, который написал в своем забавном Евангелии, что никакого Иисуса Христа, как его апостолов, не существовало, и что христианская легенда, сфабрикованная по образцу множества других религиозных легенд, сложилась в эпоху упадка язычества, когда людям, извлекающим пользу и человеческой глупости, как он писал, понадобилась новая религия. Таксиль, кстати, таксиль, вообще правильно, рано плохо кончил и подозреваю во многом из-за своего длинного языка. Но главное, мы очень рады, что католики последовали примеру иудеев, которые не пошли в синагоги во время коронавируса и празднуют Пасху онлайн. Мы гордимся президентом Трампом, наступившим на горло собственной песни и отменившим планировавшиеся им 12 апреля великая американская братания, которая привела бы к сокращению народного населения нашей страны вдвое. «Сидите дома!» – наконец выдавил он из себя сразу после вчерашнего объявления в стране статуса «Major Disaster» на всей территории США, кроме западного самого. Еще раз, низкий поклон за это дорогому и любимому доктору Энтони Стивеновичу Фаучи. Не каждый может обуздать нашего президента. Он смог и, несомненно, войдет в историю. Ну а сейчас, поскольку воскресенье, у нас надо чем-то все это разбавить. И я по традиции буду читать один из своих рассказов. На сей раз он называется «Дядя из Парижа». Надеюсь, что он вас позабавит, может быть и заставит задуматься кое о чем, если вы дослушаете до конца. Итак, мой двоюродный дядюшка – это правдивая история абсолютно. Я вообще мало чего выдумываю. Мой двоюродный дядюшка родился в Латвии, воевал в Украине, сидел в России, а состарился и умер во Франции. Он жил в предместе Парижа, километрах в восьми от Триумфальной арки, мы замеряли, которого принято считать центром французской столицы. В предместе называлось и по сей день называется Фонтенео-Росс. Там с начала 20-х годов оседали многие известные выходцы из России. Белая гвардия, поэты, артисты, художники. Например, Александра Экстер в девичестве Григорович, художница-авангардистка, ее не менее знаменитый коллега Помплуа Михаил Ларионов. Сюда же в Фонтенео-Росс в 1973 году приехал и поселился Андрей Синявский, с которым мне потом довелось познакомиться при совершенно неожиданных обстоятельствах. И вот там жил мой дядя. И если бы не он, то в июле 89-го года я ни за что бы не поехал в Ленинград. У меня уже были билеты на самолет Москва-Вена на 13 сентября. Я уже купил километр Крепдешина, 12 командирских часов, два фоторужья, много погон и изделий Баковского завода, которые, как следовало из писем тех, кто уехал раньше, хорошо котировались среди итальянцев. Но тут объявился мой парижский дядюшка Марк и пригласил в гости во Францию. Вы спросите, при чем здесь Ленинград? Так, подождите, я сейчас объясню. Дядюшка Марк со своими приглашениями до этого появлялся в моей жизни дважды и ничего хорошего, признаться, из этого не получалось. Сначала, когда мне было 9 лет, он как-то разыскал свою двоюродную сестру, мою маму, и пригласил ее. Мама это была в 1970 году поехала во Францию, увидела другую жизнь. Она увидела еду, Эфелеву башню, Нотр-Дам, Ман-Мартр, галереи Лафайет, что немаловажно, земляничную жвачку, замки на Луаре, красавцев в белоснежных майках и трусах на теннисных кортах Ниццы. И красавец с хорошим маникюром и педикюром вообще повсюду, и поняла, что ей нужно срочно что-то менять. Так как свергнуть существовавший в СССР строй ей было не под силу, мама решила просто развестись. Если бы не было меня, я думаю, она бы и не вернулась. Но я был, она вернулась и просто развелась. Мама рассказывала мне про Францию и больше всего про дядю Марка. Марк, говорила мама, главный таможенный эксперт Франции по цветным камням. У него особняк Фонтене Орос. Я запомнил про Фонтене Орос. Дядин дом представлялся мне замком, какие я видел в фильме «Три мушкетера», тогда очень популярной французской версии. А перед замком был большой фонтан, представлял я себе, даже больше, чем в моем любимом Вермантском парке, который тогда назывался Кировским. И он весь был засыпан лепестками роз. Белых и красных. Это было очень красиво, но я не понимал, точнее, понимал как раз, что если бы мама не поехала во Францию, дядя Марк не вскружил бы ей голову своим особняком и земляничной жвачкой, то никакого развода бы, наверное, скорее всего, и не было. Много лет спустя Марк приехал в Германию, где я оказался в качестве корреспондента на чемпионате мира по санному спорту в Оберхофе. В Оберхофе стоял сильный туман, такой сильный, что начало чемпионата задержали на три дня. Я дважды день брал интервью у Веры Зазули, была такая знаменитая латвийская саночника, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы. И пил пиво с шампанским, с травмированным саночником Валерой Дудиной. Валера называл этот напиток северным сиянием, как сейчас помню. Не пробуйте сейчас. Именно в Оберхофе меня разыскал дядя Марк. Он сказал сильным французским акцентом, «Ты в Оберхофе, я в Оберсдорфе, это с другой стороны гури, в Западной Германии. И завтра я приеду в Оберхоф, я кое-что привез». Я испугался. Я подумал, что на сей раз мне наверняка не сдобровать. Дело в том, что еще в Берлине я встретился с тетей и дядей моей жены, которые к тому времени уже лет шесть жили в Западном Берлине. Мы должны были встретиться в полдень на Александр Плац, в Восточном Берлине. Они сильно опаздывали, а я нервничал, потому что оторвался от группы всего на три часа, для того, чтобы якобы сходить в редакцию молодежной газеты «Юнгевельт», так она называлась. Я чувствовал себя Штирлицем, шагая навстречу приключению по улице Унтер-Дерлинден. Мне было 25 лет. На меня оглядывались ногастые немки. В «Юнгевельт» я отметил командировочное удостоверение, выпил шнапса с зафоделом спорта Гюнтером Шиповским, которого знал, потому что каждый год Гюнтер приезжал на хоккейный турнир «Прис-известие» в Москву, и после этого пошел на площадь. Опасаясь штази, я надел капюшон и заказал пиво с сосиской в открытом ларьке. Было холодно, и кроме меня никто не пил пива и не ел сосисок. Я представил себя со стороны и понял, что я не Штирлиц. Штирлиц ни за что бы не надел бы капюшон на пустой площади, и не превратился бы в белую ворону с идиотским пивом и остывшей сосиской на пронизывающем ветру. Наконец появился элегантно одетый мужчина с чемоданом большим. Он достал фотографию, как позже выяснилось, мою, и принялся оглядываться. Я понял, что вот сейчас нас возьмут точно и снял капюшон. «Извини!» – закричал он, сверив изображение с увиденным. «Не пропускали на границе долбаные немцы!» «Здравствуй, Штази!» – подумал я. Но то ли Штази работала плохо, то ли ей было недосуг, да только через часа два, потому что мы зашли в какой-то ресторан вместе с этим чемоданом. Естественно, плати вон. И я приехал вот с этим огромным чемоданом всяких слегка и довольно серьезно ношенных вещей. незамеченным проник в комнату, где жил вместе с инструктором одного из райкома комсомола Риги. Инструктор лежал на кровати лицом к стене. Ну, сказал он, не поворачиваясь, «Как? Нойс, Дойчланд?» «Юнгевет», – сказал я. «Один хрен», – сказал он. «Встретился?» «Да», – сказал я. «И как прошло?» «Хорошо, Гюнтер – отличный мужик», – сказал я. «Гюнтер?» – спросил инструктор, повернувшись ко мне передом. «Шиповский», – сказал я, заведующий отделом спорта. «Я смотрю, он к тебе хорошо относится», – сказал инструктор, не сводя глаз с чемодана. «Неплохо», – сказал я. «Да просто он тебя любит», – сказал он. «А давай посмотрим, что там», – сказал я. «А давай», – сказал я. Короче, через 20 минут инструктор уже щекалял в почти новых джинсах, куртке и взвешивал на руке бижутерию, вид которой привел бы в экстаз любую цыганку по обе стороны берлинской стены. «Мы выпили бутылку водки и сгусили мандаринами». Я был почти уверен, что, взяв все это, инструктор не напишет обо мне ничего плохого в своем отчете. Но когда Вобрхов мне прямо в номер позвонил дядя из Парижа и сказал, что кое-что привез, я понял, что это уже будет, конечно, чересчур. О том, что у нас есть родственники в Париже, я узнал случайно. Однажды, это было в году в 68-м, я, по-моему, учился во втором классе, вернувшись домой из школы, я увидел худую пожилую женщину с синими волосами. «Это тетя Дита», – сказала мама. «Она приехала из Парижа». «Здравствуйте, тетя Дита», – сказал я хмуро. «За плечами у нее был Париж, а у меня Равиц, а вранце дневник, а в дневнике двойка по арифметике». «Очаровательно, очаровательно», – басом сказала тетя Дита, слегка картая. «Тебе нравится апельсиновая жвачка?» «Я не пробовал», – сказал я. «Вылитый марк», – сказала тетя Дита. «Просто удивительно. И одно лицо слоган». «Тогда я подумал, что тетя из Парижа намекает на мое сходство с отцом, но никак не мог взять в толк, что именно ее так удивляет. Но оказалось, что Дита имела в виду другого Марка, своего Шурина, который тоже живет в Париже. «Просто кот», – я не уставала причитать гостя. Она показала мне фотографию дяди Марка. Особого, честно признаться, сходства с собой я не обнаружил. Скорее, мы были похожи с двумя мальчиками, которые обнимали Марка на фотографии. Одного, как выяснилось, звали Лораном, а другого – Жоржиком. «А дядя Марк тоже приедет?» – просил я. Сомневаюсь, – ответил Дита. «Дядя Марк вряд ли сюда приедет». Позднее я узнал, что дядя Марк прожил очень своеобразный путь от любви до ненависти к советской власти. Семья Апторов была большой и состояла из трех составных частей, возглавляемых братьями Григорием, Вениамином и Зиновием. Между этими частями постоянно вспихивали гражданские войны местного значения. Вернее, не войны, а война, постоянно тлеющая и велотекущая. Они не соглашались друг с другом ни в чем, и у них по любому поводу всегда находилось три мнения. Поэтому две стороны никогда не могли объединиться и взять верх над третьей. Семья, если этих кровных однофамильцев можно было назвать семьей, была не то чтобы религиозна, но по праздникам ходила в синагогу. Эскалации конфликтов происходили как раз на празднике, когда кто-либо пытался помириться с кем-либо, и из этого ничего не выходило, из упрямства того, с кем мирились. Тогда пришедший мириться кричал, Веня, я тебе скажу правду. Но правду надо знать, никому о ней не говорить. А если не может, то хотя бы не кричать, а шептать, причем на ухо. Человек может пережить такую правду, даже если она правда. А громогласную, которую слышит все, жена, родители, дети, человек пережить не может. Возможно, проблема заключалась в том, что братья жили в одном доме, их пути пересекались часто, и возможности отдохнуть друг от друга отсутствовало. Марк не вмешивался в семейный распри, он читал Маркса и Ленина. Ему нравился Советский Союз, и он мечтал оказаться там. Даже отголоски событий 1937-го его не отпугивали. Он верил в непогрешимость коммунистических идеалов и мудрость кремлевского вождя. «Идиот», — говорил племяннику дяди Зиновьев. «Молись, малатышей, ты бы уже не жил там, горе-революционер. Красные в тысячу раз хуже немцев». В августе 1939 года Риббентроп прилетел в Москву, и они с Молотовым подписали знаменитый акт. Латвия очень хотела остаться нейтральной, но ее никто ни о чем не спрашивал. Министра иностранных дел Мунтерса пригласили в Москву, где лично товарищ Сталин разъяснил ему необходимость создания военных баз на латвийской территории. Умный Мунтерс все понял и, вернувшись, сказал президенту Улманису, что сопротивляться не стоит, раздавят. Улманис стал засыпать Сталина письмами, в которых пытался выторговать 200 грамм независимости, но уже в ноябре Балтийский флот и войска Белорусского военного округа появились в стране. Правительство формально оставалось у власти, но в июне 1940-го СССР объявил, что поскольку Латвия не выполняет взятых на себя обязательств, на ее территорию вводятся более крупные силы Красной Армии. В Риге были организованы демонстрации трудящихся, которые выступали за дружбу с СССР. Дядя Марк, которому тогда было 17 лет, принимал самое активное участие в этих демонстрациях и даже брал телеграф. Кроме того, по славной революционной традиции, демонстрантами были взяты также почта и вокзалы. По радио объявили о свержении правительства Уманиса. Состоялся референдум, под называемый, по итогам которого 90% населения проголосовало за присоединение к Советскому Союзу. Дядя Марк считал бюллетень. Потом Латвия направила прошение Верховному Совету СССР о принятии республики в состав Союза. Одновременно с первыми расстрелами антикоммунистов дядя уехал в Москву, откуда? 4 июля 1941 года и ушел на фронт по зову сердца. Подделал документ. Спустя 18 дней попал в плен. Бежал. Попал к особистам. Затем в Темлак. В Мордовии дядя окончательно потерял веру в советский строй. Но ему повезло. Осенью 1945 года его неожиданно освободили. Благодаря изготовленной каким-то саранским умельцам справки о том, что у Марка есть двое детей, оставшихся без кормильца. Во всяком случае, мне он это объяснял именно так. Он вернулся в Ригу. Пешком дошел до своего дома. Дверь открыла незнакомая старуха. Она была обута в материнские тапочки. Старуха по-латышски заявила, что живет здесь с дочерью и внучкой. Вот уже три года. Соседка, он запомнил ее фамилию, Домбровская, сказала, что всех родственников Марка убили немцы. Утром 4 июля 41-го, как раз в тот самый день, когда он уехал на фронт с Павелецкого вокзала в Москве, они ушли в синагогу на улицу Гоголя, а после обеда там их сожгли. Почему-то его доконало именно то, что страшная месть настигла деда, мать, отца, двух сестер и старшего брата именно в тот день, когда Марк уходил воевать. Он прислонился к дверному косяку, закрыл глаза и Домбровская спросила, хочешь чаю? Больше все равно ничего нет. Спасибо, я пойду, сказал Марк. И вышел во двор слякотный и чужой, сел на лавочку, закурил. К нему подошла девушка. Здравствуйте, вы Марк? Спросила она. Да, глухо сказал он. А я Инна, сказала она. Вейнберг? Инна Вейнберг, помните меня? Нет. Опять омон. Девушка пошла прочь. Подождите, откликнул ее Марк. Он не сразу, но вспомнил девчушку из соседней квартиры. Жила, по-моему, этажом ниже. Смешливую угловату. В начале войны ей было лет 13, не больше. Инна сказала, что 4 июля 41 года ее родители, дедушка, бабушка и два младших брата пошли в синагогу на улице Гоголя и Ладыши из националистической организации Перна Круз. А вовсе не немцы, как сказала Домбровская. Заперли выходы из синагоги, подожгли ее, и все погибли. А Инну, которая лежала дома с ангиной, укрыли другие Ладыши, до войны помогавшие им по хозяйству. И всю оккупацию она провела в подвале какого-то хутора на Витзенском взморе. Мои родители тоже погибли 4 июля там же, сказал Марка. Каждый день Инна, работавшая швеей неподалеку, приходила в свой родной двор во время обеденного перерыва и плакала, сидя на лавочке у высокого деревянного забора. И вот встретила Марка. Через месяц они оказались в лагере для переселенцев под названием Фридланд, расположенным на границе британской, американской и советских оккупационных зон. А еще через два в Вюртемберге, в крохотной, совсем крохотной французской оккупационной зоне. И поэтому попали во Францию. Только в 49-м году им удалось добраться до Франции. В 54-м они смогли купить первый холодильник. Родили двух сыновей. Работали. И со временем Марк действительно стал главным таможенным экспертом Франции по цветным коням. Мы видели его коллекции, переданные в дар двум музеям. Кое-что из его персональной коллекции до сих пор хранится и выставлено в Увле. А тогда в Туманном Оберхофе мне было не до гордости до дядю. Я четко понимал, что вторая за 4 дня встреча с эмиссаром Запада, который к тому же тоже привез чемодан наношенных вещей, мне уйдет боком. Поэтому я сказал, Марк, я не могу с вами встретиться. Почему? спросил он. Потому что это опасно, сказал я. Вы меня понимаете? Как никто другой, сказал Марк. Тогда я еще не знал его лагерную историю. До свидания, не обижайтесь, сказал я. Привет Жоржику. Он повесил трубку, не ответив. Ну, через 3 года мы все-таки встретились уже в Западном Берлине, куда приехали с женой совершенно уже официально. Он сказал, вам не надо ехать в Америку, поезжайте во Францию. Я не знаю французского, сказал я. Английский значит, спросил он. Лондон is the capital of Great Britain, сказал я. Этого мало, серьезно, сказал дядя. Приезжайте во Францию. Мне не на кого оставить бизнес. А как же Жоржик? спросил я, имея в виду младшего сына Марка Ины. Лучше старший Лоран входил в состав молодежной сборной Франции по горным лыжам, сорвался на тренировке в пропасть и погиб в начале 70-х годов. Жорж Швингеновак, ответил он, ему не интересны мои камушки. Через какое-то время мы получили от него приглашение посетить Францию. Я взял бутылку автомара, кто не знает, это замечательный армянский конец, конверт, и пошел в Амер. Отдел ВИС, так называлось, в Советском Союзе. Повторю, это был июль 89-го года. В чековых и валютных магазинах продавались видеокамеры и видеонгельофоны. Кооперативное движение набиралось силу. Рига становилась похожей, если и на Вену, то на праву, так точно. В Юрасперле, Кабуре, Латвии шли такие шоу-программы, что отдыхал Мулен Руш, я вам гарантирую, может, я был и там, и там. Но всем нужны были деньги. Должностное лицо, знавшее меня и получившее дополнительные рекомендации, спросило, чем могу. Я показал ему приглашение от дяди Марта. Но это не к нам, сказал лицо. Это в посольство Франции в Москве или в консульство в Ленинграде. Получите визу, тогда к нам за разрешением. Вот в этом и вопрос, мягко сказал я. «Тринадцатого сентября мы уезжаем из страны». «Насовсем?» – спросило лицо. «Насовсем», – сказал я. «И, как вы понимаете, в процессе мы были вынуждены отказаться от советского гражданства. И наши паспорта, я понял, перебило меня лицо, лежат у нас. А для того, чтобы получить французскую визу, начал я. Я понял», – сказал лицо. «Они должны лежать у вас». «Да», – сказал я. Я опущу некоторые подробности этой беседы. «На следующее утро лицо в обстановке строжайшей секретности, и не там, вручило мне изъятые было советские паспорта». «Перед тем, как отдать их мне, лицо произнесло». «Вы, конечно, понимаете, чем я рискую, если вы решите остаться во Франции». «Даю вам слово, что вернусь», – сказал я. «А почему вам не поехать во Францию потом, раз уж вы вскоре покидаете нашу страну в связи с переездом на постоянное местожительство?» – спросил он. «А вдруг не получится?» «Вдруг не заладится у меня?» «И буду я работать в какой-нибудь русской газетенке, как в воду глядел», – сказал я. «Накакал, сглазил». Но этим я лицо не убедил. Пришлось успокоить его, выдвинув убийственный аргумент. «Ну как не поехать в Париж, если подвернулась такая возможность?» Вот это подействовало, знаете. Аргумент под Париж был понятен каждому советскому человеку. Париж стоит мягкий, увидеть Париж и умереть. Мне в Париж подделал срочно, и даже пролетая, как фанера над Парижем, эти ставшие фольклором выражения характеризовали маниакальную тягу советских граждан к Парижу. Потомки тех, кто, разгромив Наполеона, дошел таки до столицы Франции, увидел Париж, и бережно донес воспоминания обратно, благоговели и продолжают благоговеть перед Парижем. Поэтому, повторю, про Париж всем все было понятно, даже сотруднику Авира. И, может быть, не даже, а в особенности. Выдавать разрешение другим и не иметь возможности выехать самому должно быть очень обидно. С другой стороны, Союз Советских Социалистических Республик, хоть и начинал потрескивать по швам, но все-таки держался, и так, рискуя из-за денег и билетов на концерт Валерия Леонтьева, лицо из Авира демонстрировало отчаянную решимость купить, наконец, недоступный до то ли видеомагнитофон. Решимость дурную, но достойного уважения и понимания уже во всяком случае. И я поехал в Ленинград. Помните, я именно с этого начал? Я сдал документы в консульство Франции утром с бальзамчиком и получил визу через три часа поехал в Прибалтийскую, где меня ждал коллега из Ленинградской правды Сергей Чесноков. Надеюсь, что он жив и здоров. Давно мы с ним не списывались и не созванивались. После ужина, прошедшего в атмосфере грусти, связанной со скорым расставанием, Чесноков взял меня за лацким пиджаком. Ты Славку Зайцева знаешь? Это который в прошлом году показывал в Нью-Йорке коллекцию «Тысячелетие крещения Руси»? «Да ладно», — сказал Чесноков. «Я имею в виду настоящего Славку Зайцева. Нашего, из автомобилиста». Я вспомнил разыгрывающего ленинградской волейбольной команды и сборной Советского Союза Вячеслава Зайцева. «Ну», — сказал я. «Понимаешь, — сказал Сережа, — он уехал играть в Италию. «Ты же поедешь в Америку через Италию. Возьми с собой, пожалуйста, травку». И он достал из портфеля небольшую упаковку. «Ты что, обалдел, что ли?» — спросил я. «Понимаешь, — снова сказал Чесноков, — у них там в сырке мальчик родился. Нужен настой ромашки и череда». «В Италии нет ромашек?» — спросил я. «Вот и спасибо», — сказал Сережа. «Но я, если все будет хорошо, попаду в Италию только в октябре», — сказал я. «А я никогда», — сказал он и разлил остатки из графина. Этот пакетик я решил взять с собой во Францию, чтобы переслать его из Парижа в Спалетто, где Зайцев играл за местный клуб и сейчас, по-моему, живет. Марк и Инна встретили нас в аэропорту имели Шарли де Голля. Кроме того, в Ситроене лежало большое животное, похожее на собаку Баскервилей. Оно встретило нас недружелюбно и рычало все время, пока мы ехали по автостраде. Дядя был в приподнятом настроении и много шутил, хотя и странно. Например, он говорил «У Доминика ядовитые зубы». «Недавно он укусил наш телефон». «Все, телефон сдох». «Или, когда твоя мама приезжала сюда в 70-м, за ней тут ухаживал один идиот». И смеялся счастливым смехом при этом. «Можно проехать через центр?» – попросил я. «Хочется посмотреть на Эйфелеву башню». «Это не по дороге», – сказал дядя Марк. «Мы поедем туда позже. Я проведу вам хорошую экскурсию». Дом Марка Ирина оказался, конечно, не таким, каким представлялся мне в детстве, но очень добротным и красивым. Доминик не на шутку разволновался, увидев, что наши чемоданы выгружаются. Он стал бегать по лестнице, издавая неправдоподобные для четвероногого удивленные возгласы. «Доминик!» – строго сказал ему дядя. Пеш подошел, сел, оскорбленно глядя на Марка. Марк заговорил с ним по-французски, периодически указывая на нас пальцем. Доминик слушал внимательно. Несколько раз, как мне показалось, пытался поспорить, но Марк был неприклонен. По окончании трехминутной тирады Доминик ушел в бейсмент и почти сразу же оттуда послышались его горестные вздохи. «Марк сказал ему, что вы наши родственники и поживете здесь десять дней», – перевела Ирина. «Кроме того, Марк сказал, что вы приехали из Советского Союза и к вам нужно отнестись по-дружески». «Он объяснил Доминику, что в случае какого-нибудь инцидента он будет сурово наказан розгами». «Мы с женой переглянулись и решили вообще не спорить с дядей Марком». Оказалось, что он заранее действительно расписал все, что мы увидим и чем будем заниматься по-часову. За четыре следующих дня мы посетили Эйфелеву башню, Триумфальную арку, Булонский лес, Лувр, Мастерские дяди Марка, Музей минералов, Музей инвалидов, улицу Пегалик, где дядю почему-то неплохо знали, Версаль, Собор Парижской Богоматери, Монмартр, Бастилию, Люксембургский сад и сад Тюйлеви. Кроме того, дядя отвез меня на стадион Роланго-Росс, и мы поиграли с ним в теннис. С Домиником у нас сложились чудесные отношения, я показал ему обратные билеты и тайно скормил Сардельду. На пятый день я твердо сказал Марку, мы хотим побродить по Парижу просто так, вот бесцельно. «Хорошо», — сказал он, «поедем, побродим». «Дядя», — как можно ласковее сказал я, «мы хотим вдвоем с женой». Он обиделся, как ребенок, надулся, отвернулся, буркнул, «я отвезу вас в центр, а обратно поедете на поезде». В машине он молчал, а потом сказал, «ты ведешь себя, как твой дедушка». Вряд ли это было комплиментом. Марк высадил нас на каком-то углу, выдал карту. Мы с женой тут же заскочили в кафе, потому что всю жизнь мечтали выпить чашечку настоящего парижского кофе, похрустывая настоящей французской булкой. Мы присели за столик, к нам подошел официант, но в этот момент в кафе ворвался дядя Марко. «Я так и знал», — закричал он с порога, «вы плохо позавтракали?» «Нет», — сказали мы, «просто захотелось кофе». «Встаньте», — сказал он, — «выпейте кофе у стойки. За столиком этот же кофе будет стоить на 7 франков дороже». «Советик», — объяснил он официант. «Дав Марку обещание не тратить деньги зря, мы пошли гулять по Парижу. На обратном пути у подножия Монмартера мы увидели магазин «Тати». Я читал, что его открыл русский граф Татищев. Это самый дешевый магазин во Франции. Здесь можно купить все от прищепок до свадебного платья. Мы ошалили от великолепия и доступных цен. С мешками Тати мы к вечеру добрались на поезде до Фонтенео-Роуз и с вокзала, как условились, позвонили Марку. «Где вы были?» — осведомился он. Гуляли, а потом зашли в Тати. «В Тати? Что-то купили? Много чего? Стойте, где стоите. Я сейчас приеду». Через пять минут Марк вышел из своего Ситроена с тремя большими мешками, на которых было написано «Галерий Лафайет». Он погрузил мешки Тати в мешки «Галерий Лафайет» и сказал «Люди, которые живут в Фонтенео-Роуз, не ходят в Тати». На следующий день должны были приехать родственники жены из Западного Берлина. Я высказал предположение, что Даминику нужно объяснить все заранее, чтобы он не скончался от инфаркта. Дядя юмора не понял. «Вы лучше сразу скажите им, чтобы они не разговаривали по-русски и вообще не шумели. Эти русские из Западного Берлина всегда громко разговаривают. И вообще, я не понимаю, как они могут жить среди немцев». И он поморщился. Я кивнул. По-моему, даже дважды. Потому что он дважды был прав. Я тогда тоже не понимал, что могло двигать людьми, поехавшими в Германию всего лишь через 30 с лишним лет после катастрофы. Беспринципность, короткая память, разве что месть. Теперь, когда туда переехали многие из моих друзей, которые идиотами никак не назовешь, я смотрю на это, конечно, проще. Что же касается шума, то русских, конечно, слышно по всему миру. Но громче всех, я давно заметил, разговаривают русские евреи со специальным техническим образованием. А среди них первенство держат русскоговорящие евреи из Берлина. Эти даже не разговаривают. Они кричат и перекрикивают друг друга, как трейдеры на бирже. Я очень люблю своих немецких родственников, правда. Но когда я сажусь в самолет и лечу из Берлина домой в Чикаго, то гул самолетных моторов напоминает мне тихий шелест Рижского залива в Штиль, по сравнению с каргофонией звуков, царящей на русских берлинских кухнях. Я думаю, что Наполеон в 1814 году готовился к отражению атак армии фельдмаршала Блюхера и Шванценберга менее тщательно, чем дядя Марк к приезду родственников моей жены. Во всяком случае, дееспособность звука и света непроницаемых автоматических стайл проверялась им несколько раз. С дамеником и с нами были проведены педагогические беседы.